Агерчук Постоянно спрашивают болельщики в комментариях, где трансферы Ты как вообще следишь за трансферной компанией, командой? Спрашиваешь, где трансферы? Очень плохо тебя слышу Плохо слышишь? Болельщики все время спрашивают, где трансферы Нужно воспитывать свое поколение, своих ребят, которых в Уфе предостаточно А ты себя помнишь в таком возрасте, как ты этот период проходил? Господи, в моем возрасте еще при тех советских тренерах предсезонка была на выживание Голодные игры? А там такая... Голодные игры? Нет, я бы сказал, это игра в кальмарах Игра в кальмарах? Это больше игра в кальмарах, где каждый день на выбывание, на выживание кто-то ломался Кто-то там и переломанные носы у меня Мне на предсезонке первый раз на предсезонке сломали нос в тренировочном процессе Поэтому... Это похоже, как борцы ломают уши, а ты решила начать носа, да? Да, да, да Ты сегодня установку тренерского штаба слышал? Какая она была, если вы сейчас можете сказать об этом? Играем агрессивно, играем первым номером Ну вот как будто бы ты в это время был в раздевалке и слышал установку Да, у нас играем агрессивно, играем активно Пацаны даже из Нижникамска не могут вывести шайбу из своей зоны Воу, 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 воу Ну нравится тебе кружева, которые крутят? Конечно, бразильские кружева Любишь бразильские кружева? Да Если ты окислился, закислился, нужно играть по позиции То есть среднюю часть зоны ты занимаешь, не даешь сопернику туда заезжать, проводить опасные моменты какие-то Смотри, сегодня Пустозеров у нас капитан, ты как, легко передал ему на шифт? Я ему пожелал удачи, сказал обязательно, чтобы он гол забил А у тебя ревности к нему нет? Мы его часто теперь зовем на всякие промкомпании Много фотографируем его Конечно, есть Есть? Конечно Может быть там подливаешь что-то ему Кофе? Удаление? Удаление Энергетикой ему в кофе подливаю, чтобы он более активный был на тех медийных мероприятиях, в которых он принимает участие Насколько я слышал, ты просился комментировать, чтобы что-то уж поделать Да? Ну Заявка оттяпы студии Да Мы афишу очень быстро рисовали, потому что, ну, какой памяти Я сначала думал, Манин а потом вспомнил У нас молодое поколение, пацаны мастеровитые БУУУУУУУУУУУУ! А это как раз таки один из молодых мастеровитых Комаров заряжает от сини, он еще на молодежном уровне сзора выделялся и мощный бросков По-моему, там кто-то подставил Возможно не видно? Я все видел. Я давно в этом бизнесе. Я сейчас сидел на трибуне там с ребятами и Евгений Тимкин попросил, скажи про меня что-нибудь. Евгений Тимкин как настоящий профессионал будет трансляцию пересматривать, чтобы возможно с высоты опыта что-то парням потом подсказать, возможно тренерскому штабу какие-то указания даст. Возможно у нашей с тобой комментарии послушать. Возможно сейчас сидит на ютубе и слушает. Там еще где-то Саша Хмелевский сидел, тоже попросил за него словечко замолвить. Саша у нас очень такой хороший, добрый, благородный, уже может сказать уфимец. В принципе в том году публику всю себя любил. Конечно, конечно. Особенно своим определенным акцентом, своей игрой. А почему ты акцент раньше вы делал чем игру? Ну потому что сначала появился акцент, потом уже игра. Сулыгин. Неплохо так. Ярослав с синей линией наносит мощнейший, хотел сказать, силовой прием, но это был бросок. Как тебе его прическа? Дроздов как бежит? Как он бежит? Буллит. Буллит. Ну я конечно-то на самом деле пошутил в защиту буллита, но даже удаление. Я вот не пошутил. Все хотят не проиграть свою борьбу. Помнишь, как Дима Кугрышев? Дима Кугрышев, да, вот только. Моя неправильная борьба. Бывает такое в игре, что приходит передача, это как как сюрприз какой-то. Ты ее просто не ожидаешь. Ну как так-то? Профессионалы, надо ждать же. Тренер уже не говорит, жди. Тренер говорит, жди, но... А ты не жди. А ты зарплату ждал. А ты ждал смс-ку на карточку, а ты ждал... Так, еще телефон изобретили в раздевалке? Ты как теперь? Постов-то меньше у тебя стало? Намного меньше стало. Что делать? Ну ничего не делать, все. Еще один блокшот. Ой, неприятненько, да? Когда шайбочка прилетает. Ну, бывают и ребята, которым это нравится. Оу, это какой-то фетиш-клуб, о котором мы видим и не знаем в хоккей, да? То есть, типа, брось, как ломай меня полностью, брось мне сильно, да? Посильнее брось, пожалуйста. Сейчас посвящение Данила Башкирова происходит. А он не говорил, почему 71 взял? Я понятно, дроздов у него выпросил. Я, кстати, спрашивал у него, но какое-то такое не совсем внятное объяснение я получил. Какой? Он в этот момент то ли кофе пил, то ли что-то жевал, по-моему. Ну, опасно. Вязовой тащит. Вязик. Нет, чуть-чуточку. Ну что? Ты что ищешь? Ну, что ты бросить с трибуны хотел сейчас, да, что ты искал? Я думаю, никто не ожидал, что он так между ног пробросит ее туда. Ну, мы здесь, получается, на пятачок. Отмечаем соперника, который такое не одно отношение принимает. Это как раз то нестандартное решение, которого никто не ждал. У нас, кстати, с тобой очень быстро прошел второй период. Осталось буквально 10 секунд. Я тебе благодарен за эту возможность. Да я что? Я ничего не знаю. В следующий раз, если будет возможность мне поиграть в матч, дай мне, пожалуйста, все-таки... Через тимач я запрос направляю. Он решает, насколько я понял. И это по всем причам. То есть все равно все через верх идет, да? Да. Ну, он высокий. Все через верх. Ну что ж, благодарим. Григория, хотел сказать, Манина. 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 Григорий Манин. Григорий Манин. Благодарим вас за комментирование. Болейте за салават. Приходите на хоккей. Мы будем стараться. Приходить тоже. Приходить тоже, да. Спасибо. Продолжение следует...